Алексей, спасибо большое. Я рад приветствовать Анну и Рубена. Я напомню, что темой нашего архитектурного форума, который должен был пройти в рамках выставки MosBuild, была заявлена архитектору «Новая реальность». Но новая реальность оказалась гораздо радикальнее и круче, чем мы могли предположить. И мы собирались говорить о новых компетенциях архитектора, о размывании границ и профессии. Но понятно, что мы поговорим сегодня и об этом, и об этом в контексте ситуации с пандемией коронавируса. И понятно, что она изменит и будет еще более трансформировать профессию архитектора. Я для начала, прежде чем перейти к вопросам, я бы хотел попросить и Анну, и Рубена кратко сформулировать, что для них такое сегодня современный архитектор, и пару слов сказать об офисах, которыми они руководят. Сколько человек, чем занимается вдруг среди наших слушателей, есть кто-то, кто этого не знает. Кто начнет первый? Рубен? Анна, наверное, да. Нет, Анна. Пушки, девушки. Хорошо, хорошо, спасибо. Давайте я начну. Я генеральный директор бюро Волхаус. Мы начали работать в самом конце 2007 года. Напомню, что в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, поэтому ситуация, когда все время что-то получается, и из этой ситуации нужно как-то выплывать, и нам, напомню, с самого начала. Я думаю, что мы об этом еще сегодня поговорим, но вот через уже 12, почти 13 лет нашего существования в нашем бюро около 50, чуть больше 50 архитекторов. Есть еще и другие специалисты, но в целом у нас около 80 человек в бюро. И, ну, надо сказать, что мы с самого начала, когда мы образовались, как я уже сказала, это было в достаточно сложный период, да, это произошло, и мы оказались в среде, когда, собственно, нужно бороться за существование и придумывать что-то, что не существовало на рынке до сих пор. И, ну, на самом деле, эта идеология, она до сих пор для нас очень сильно важна, и она довольно сильно определяет, ну, те компетенции архитекторов, которые мы ищем и пытаемся развивать в наших сотрудниках. Это, собственно, умение мыслить шире поставленных рамок. Мне кажется, это самая важная вещь, если объяснить ее двумя словами. Естественно, ее можно детализировать в разные стороны, об этом по-разному говорить, но вот, если коротко, я бы так сказала. Анна, спасибо, Рубен. Да, добрый день еще раз. Ну, у нас довольно молодое бюро, мы открылись в 2013 году, и в целом была ситуация похожая, о чем говорила Анна, это был такой, как бы, один из пиков мирового финансового кризиса. Нам показалось интересным, это я работал в бюро Меганом, партнером, и что-то мне решилось как-то открыть свое бюро в пик финансового кризиса, был такой экстрим с моим партнером. Это было в 2013 году, сейчас нам примерно получается уже около семи лет. У нас бутиковое бюро, мы никогда не хотели расти до компании штатом 50-60 человек. Мы для себя сделали такую стратегию, что мы делаем какие-то очень камерные, такие ювелирные, избранные проекты, которые мы оттачиваем, начиная от эскиза от руки и заканчивая петлей на двери. Потому что нам кажется, в этом случае возникает какая-то архитектура. И поэтому у нас бутиковое бюро сейчас работает, ну, в разное время работало от 15 до 20 человек, сегодня 16 человек. В целом у нас компания, ну, если так назвать ее, компания организована по принципу, скорее всего, горизонтальному, а не вертикальному. То есть у нас нет такой жесткой вертикальной иерархии. Мы для себя не приняли изначально такую стратегию, что есть, не знаю, там ГАП-ведущий, архитектор-стажер. У нас каждый, кто приходит в бюро, как бы это равноправный член команды, равноправный член проекта, его автор. В случае очень успешного участия этого архитектора, он получает даже какой-то процент с договора или с прибыли, там по-разному. В целом это нам позволило людей мотивировать, и мы за вот 7 лет сделали там около 250 проектов. Да, поэтное дело, что проектом мы называем все, это и концепция, это инсталляция, выставка и реализация. Но сегодня у нас самый такой громкий проект, мы сейчас реализуем реконструкцию здания МДМ. Московского дворца молодежи. В этом году, думали же, стройка начнется, но пока она перенеслась, надеюсь, в конце года все это как-то размородится и будет начать, начнется стройка. Вот в целом у нас такая компания бутиковая, камерная, где мы как бы вместе придумываем и разрабатываем проекты. В плане компетенций, да. Да, Рубен, да. Я хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете и зрителям задавать вопросы. Самые интересные вопросы я буду выводить в эфир. И еще хотел бы обратить внимание, что мы не случайно подобрали именно этих спикеров. У Рубена он и архитектор, руководитель бюро, а у Анны, наверное, немного другой взгляд, в силу того, что Анна не архитектор, не архитектор. Поэтому, наверное, может быть разный взгляд и, соответственно, на одни и те же вопросы. Ну, конечно, самый очевидный вопрос текущий. Как ваше бюро, ваш офис адаптировался к этому, к нерабочим дням, к недокарантину и прочей ситуации удаленной работы? Анна. Ну, надо сказать, что мы адаптировались довольно быстро. У нас, в общем, система удаленного доступа работала довольно давно, так как архитектурное производство – это практически производство непрерывное. Так или иначе, все равно, как бы, есть какие-то срочные проекты, которые доделывает человек, у которого, не знаю, сломана нога, он сидит дома, или все равно он как-то работает немножко из опуска. Поэтому, ну, вот наша IT-служба, на которой, естественно, как бы лег самый сложный удар, тяжелый, да, в этой ситуации, они, честь махвала, справились очень быстро. То есть мы, на самом деле, достаточно безболезненно перешли на удаленный объем процесс работы. И сейчас, ну, как бы, несмотря на то, что нас довольно много, наша система устроена таким образом, что у нас нет такого бутылочного горлышка, да, что вот если вот все лично там с кем-то не встретились, не поговорили, решения никакие не принимаются. Мы разделены на команды, у каждой команды есть четкие алгоритмы работы, и они сами по своим проектам проводят совещания в Zoom, или не в Zoom, или там в Телеграме. Ну, в общем, как бы, у каждого есть какие-то свои уже наработанные алгоритмы, и периодически раз в неделю мы проводим общее совещание по бюро. Вот, как с архитекторами, так и с отделом управления проектами. Поэтому, ну, вот надо сказать, что, конечно, какие-то нюансы новые появились, но в целом мы темп не потеряли. Рубен? Ну, знаете, у нас это, как ни странно, было очень безболезненно, поскольку, ну, я говорю, у нас компания камерная, и чем меньше коллектив, тем проще управлять, в общем, более гибкий. И, в принципе, сказать откровенно, работа архитектора не сильно заточена на работу, в принципе, там в офисе, на самом деле, потому что это работа такая интеллектуальная, внутренне медитативная. В офисе мы в основном собираемся, ну, как бы, обсуждаем коррективно идеи, прототипы, там, макетов, там, пропорции и так далее. В принципе, сейчас этого мы делаем, пытаемся сделать на удаленке через программу Zoom. Но в целом, я скажу честно, как бы, проекты идут, пока девелоперы, заказчики, клиенты ничего не остановили, мы все дорабатываем, пока, как бы, у нас это пока обошло немного. То есть я правильно понимаю, что производительность не снизилась, несмотря на то, что физически в офисе вы не присутствуете ни у ВОЛа, ни у Ваухауса? Нет, нет. Я бы даже сказал, что она увеличилась. Рубен, да, Рубен, Рубен. Я бы даже сказал, что она увеличилась, и даже работа стала эффективнее. Потому, скажу честно, опять же, положа руку на сердце, что, как бы, до этой ситуации очень много было мишуры, как бы, лишнего, и, собственно, очень много было действий, и потрачено энергии на внешние какие-то имитации. Сегодня все это высушивается, на поверхность выходит какая-то более истинная и существенная суть профессии. И, как бы, люди, действительно, работают дома, они работают эффективнее, потому что у них просто страх потерять работу, что как будто они ничего не делают дома. Поэтому они каждый день отчитываются о том, что они делают. У меня лично меньше вот этих, там, часто вот этих бессмысленных совещаний, поездок. Я больше вникаю в профессию, сам все же рисую, эскизирую, отправляю идеи. Поэтому мне, как бы, сейчас очень комфортно, я больше занимаюсь работой. Раньше больше были переговоры, поездки и так далее. Анна, есть что добавить по поводу снижения или не снижения работы, способности и производительности, главное? Я бы сказала, что по текущим проектам все действительно, так, как говорит Рубен, действительно уходит, ну, то есть меньше времени теряется на всякую ерунду, люди больше сосредоточены на работе. И, как бы, поэтому, собственно, все эти сроки, которые были у нас поставлены, они выдерживаются. У нас вначале было достаточно сложно, потому что, ну, так или иначе, нужно в процессе работы получать обратную связь от заказчика, ну, в текущем режиме. И те заказчики, у которых как-то вот как раз хуже было, да, с переходом на вот этот новый режим работы, у нас там вот были какие-то зависания, да, или там какие-то, ну, просто было непонятно, идет проект, не идет проект. Сейчас, когда более-менее все поняли, что где идет, не идет, да, то все прекрасно. Прекрасно. Другое дело, что, ну, как бы, какие-то проекты, которые мы думали, что сейчас они начнутся, ну, вот, вроде как все достаточно неплохо, и все действительно будет, вот, но все равно, вот, как бы, такой момент неопределенности про будущее, вот, скорее, вот, тревожит он. Вот, в настоящем, мне кажется, мы приспособились вполне технологически. Спасибо большое. Теперь перейдем непосредственно к компетенциям. С одной стороны, мы говорим о том, что границы профессии расширяются, и Анна тоже упомянула об умении сотрудников и потенциальных сотрудников Вау-хауса мыслить шире поставленных задач, поставленных рамок. И часто слышишь от архитекторов беседок с ними, да, что они решали самые различные задачи, которые выходили далеко за рамки формального техзадания, которые они получают от заказчика. Очень часто это слышишь про сценарии жизни, про психологические особенности, социальные особенности, те, которые часто не заложены в задании от заказчика. С другой стороны, сейчас огромное количество нюансов, и востребованы часто какие-то очень узкоспециализированные специалисты, которые разбираются в своих областях. И как вот совместить эти две тенденции? Каким вы видите архитектора? Или есть разные архитекторы, грубо говоря, есть какие-то архитекторы, которые широко мыслят? Есть те, кто выпускает рабочую документацию. Давайте попытаемся вместе с вами в этом разобраться. Анна. Ну, на самом деле, вот все слова, которые вы произнесли, они все во мне отозвались, так или иначе. Потому что, ну, как бы, собственно, понимание того, что такое не только вообще профессия архитектора, но что такое каждый конкретный архитектор на своем месте, это вот то, чем я активно, плотно занимаюсь, занималась весь последний год и планирую заниматься в этом году тоже. Потому что, собственно, главный капитал архитектурного бюро — это те люди, которые там работают, да? Как бы, чем полнее реализован потенциал, там, творческий, профессиональный, любой другой, каждого человека на своем месте, тем успешнее бюро. И вот начнем с того, да, вот, как бы, ну, цели архитектора должны уметь, не знаю, быть психологами, экономистами, как бы программистами и так далее, или все-таки кто-то чертит рабочку. Очень хороший вопрос. Я бы сказала, что скорее второе, да? Вот в слове архитект на самом деле заложено огромное количество смыслов, самых разных, и каждый человек должен в какой-то момент для себя принять решение. А он кто? А он куда хочет пойти, да? Как бы, кроме того, что, ну, как-то, ну, как бы, понимать суть проектирования, куда? То есть, как бы, что еще дополнительного у него есть внутри к этому, да? Как бы, какой свой скил он хочет развивать? Не знаю, управленческий, или он, правда, гениально чертит, или он, правда, аналитик и так далее. И мы внутри бюро придумали такую систему, когда мы сам вначале помогаем людям определиться, куда ему хочется идти, и пытаться вести его, вот, как бы, по этой какой-то тропе, которую он выбрал. Вот. Это первое, что я хочу сказать. Потом, вот, все-таки для того, для всех типов архитекторов, которым кажется, что они, собственно, умеют думать про все, здесь, на самом деле, такой немножко камень о двух концах. Палка о двух концах, извините. Архитектор не может с собой заменить все профессии на свете. Есть какой-то предел компетентности каждого человека, с одной стороны. С другой стороны, вообще, мне кажется, это не очень новое явление. Архитектор, он, не знаю, начиная с античности, был таким немножко режиссером, да, или дирижером, который управлял огромным количеством процессов. То же самое происходит сейчас, просто процессы, может быть, немножко изменились. Поэтому я бы сказала, что архитектор должен скорее понимать необходимость того, что вот на данном участке работы необходимо, там, не знаю, провести такую-такую-то аналитику, да, и придумать то-то и то-то. И иметь в голове или иметь в доступности какое-то количество партнеров, которые более профессионально подготовлены в этой конкретной области и умеют с ними взаимодействовать. Вот, собственно, мне кажется, вот это важно. Аня, спасибо. Ну, смотрите, мне кажется, тут есть как бы два взгляда. Вот у меня, например, один взгляд на сотрудника, другой взгляд на сущность как бы архитектора, который как бы куратор, руководитель, как говорит Анна, режиссер. Первое про сотрудника. Я думаю, абсолютно точно, сегодня никто не даст соврать, что понятие сотрудника-исполнителя уже вымывается. То есть человек, который просто приходит, говорит, я хочу красить разрезу черный цвет, я хочу чертить фрагменты узлов, он как бы такой человек в принципе уже не нужен, потому что сегодня необходимо совмещать гораздо больше как бы навыков и сфер, чтобы быть полезным в бюро, потому что рынок сжимается, у компании нет возможности нанимать там на чертежника планов одного, на чертежника разреза другого, на чертежника фасадов третьего. Сегодня необходимо сотруднику иметь гораздо больше спектр компетенций, это умение работать самостоятельно, это быть ответственным, это умение коммуницировать с коллегами, умение коммуницировать с заказчиком, умение принимать решения. Мне кажется, вот эти компетенции, они очень важны, особенно в принятии решений. И поэтому мы как бы для себя в бюро принимаем на работу именно такие, которые могут самостоятельно работать. Для нас это просто очень важно. Второй момент с точки зрения архитектора, действительно профессия очень сильно изменилась за последние 30 лет, и архитектор, у которых я лично учился в Мархи, то, чем они занимались, сегодня совершенно другая деятельность. Понятное дело, что она далеко ушла от прикладных навыков, она очень сильно связана и с контекстом культурным, с которым мы работаем, это культурный контекст, и культурный, и экономический, и политический. Чтобы быть архитектором, конечно, необходимо понимать, где ты живешь. Потому что если раньше архитектор образования выпускал под плановую экономику и распределял вузы, или не вузы, а вне всякие, то сегодня тебе необходимо самому понимать, что ты можешь дать обществу, рынку и так далее. Поэтому необходимо разбираться. И, естественно, сегодня навыки архитектора должны быть связаны с навыками экономиста, с навыками социолога, с навыками даже немножко и политика, чтобы он понимал политику любого проекта. Вот так, если вкратце, как-то вот так. Рубен, спасибо. У меня сразу возникает вопрос. Рубен, ты упомянул о том, что архитекторы, специалисты, которые просто там чертят какой-нибудь один там узел или заливают черным цветом планы, чертеж, они не нужны. Но, с другой стороны, мы видим огромное количество компаний, которые, по сути, занимаются только выпуском проектной документации. Они ничего не придумывают, они вот производят эту документацию. Но, видимо, это какая-то другая профессия просто уже или нет. Смотрите, если мы говорим про архитектуру, как бы архитектура, имею в виду создание с нуля того, чего нет, то тут те навыки, которые я перечислюсь, в принципе, они, наверное, актуальны. Если мы говорим про компанию, которая занимается адаптацией, уже придумывал проекты, это совершенно другой профиль. Вот я с вами заглазил, мы эти компании знаем, и они все называют. Там, конечно, мы видим, как архитект, какой робот фактически, да? Ну, пост-робот, который приходит, ему дают задачу, там, 10 пунктов в день надо это выполнить. Но я думал, в будущем просто, если мы говорим о будущем, то эту сферу займёт искусственный интеллект. Я считаю, что они просто будут не нужны. А вот это же созидатели, они будут нужны. Я сразу упомянул как раз о нашей следующей сессии архитектора «Новые технологии», где мы будем говорить то, о чем упомянул Рубен, об искусственном интеллекте роботизации, автоматизации процессов. У нас будет принимать участие в этой сессии Юлий Борисов из UNK Project и Максима Леин из «Параметрики». Мы продолжим. Я напомню нашим зрителям, что вы можете задавать вопросы и за самый интересный вопрос приз от компании «Текурила». Окей, мы остановились на том, что такое профессия архитектора, какие сотрудники востребованы в вашем офисе. Такой вопрос. Часто у нас заказчик, особенно если это какой-то девелопер, воспринимается не как партнер, а как враг, как противник. Я часто тоже это слышу от архитекторов. И более того, ну понятно, есть там разные интересы у заказчиков часто и у архитекторов. Заказчики у нас часто в нашей реальности хотят сократить сроки, бюджеты. Нам это все известно. Но, с другой стороны, есть такая тенденция, особенно у крупных девелоперов, когда они создают свои большие проектные архитектурные подразделения. Как вы считаете, в какой-то момент вот эти подразделения могут заменить собственных архитекторов или нет? Или останется все равно место авторской архитектуре? Ну, на самом деле, все зависит от задач. Наверное, когда речь идет о каких-то абсолютно линейных задачах, где, собственно, не требуется авторское вмешательство, тогда вполне этим могут заниматься внутренние подразделения и так далее. Если речь идет о создании продукта, где авторская составляющая важна, тогда, конечно же, архитектора никто не заменит. На выполнение линейных задач, конечно же… На самом деле, я не помню статистику точно, но она какая-то такая удивительная, что вообще в мире чуть ли не 90% домов строятся без участия архитектора. Вот сейчас. И я думаю, так оно дальше и будет. Да-да-да, Елена. Мы тоже знаем об этой статистике, когда, собственно, к архитектуре есть считанный процент, наверное, даже менее 10 имеет отношение с того, что строится остальное такое real estate в квадратный метр. Да, Рубен. Да, ну, в принципе, Анна все правильно сказала. Действительно, это исследование делала компанию OMA, насколько я помню. Да, это Рэм говорил, Рэм Колкос. Ты понимаешь, что действительно в мире архитекторы занимаются двумя-тремя процентами проекта, в остальное это просто строительство. И в этом плане как бы тут сам по себе ответ очевиден, что если уже к тебе обратились, сам факт обращения к тебе, значит люди к этой авторскую архитектуру, значит, чтобы они просто не обращались. Если не обращаются, то да, как бы девелопер становится себе партнером. Конечно, не врагом, потому что вы вместе с ним придумываете проект, что партнер, что ли, здание на свои деньги, на деньги девелопера, застройщика, за инвестора, акционеров и так далее. Поэтому необходимо, конечно, людей убеждать, за их деньги делать то, что ты хочешь. А это очень сложно. И с этим необходимо, конечно, справляться. И потом возвращаемся к навыкам коммуникации, общения, дипломатии, архитектора. Как бы такие зацепленные процессы. Рубен, спасибо. Вопрос о том, как организован ваш офис. Рубен, наверное, чуть больше рассказал, чем Анна. Как организован ваш офис. И вопрос управления проектом. Кто ведет, разделены ли управленческие, архитектурные функции, создание архитектурного проекта, ведение проекта. Расскажите, как у вас устроено разделение на бригады, на мастерские, как все это сделано. И Анна, я, Рубен, упомяну, прошу вас упомянуть, сколько человек в вашей компании, чем вы занимаетесь, какими стадиями. Я, как уже сказала, у нас в стадии чуть больше 50 архитекторов. Архитекторы разделены на 4 команды. Так, секунду. Сейчас мы просто потешим динамику. Напомню, Анна, генеральный директор компании Ваухаус. Архитекторы разделены на 4 команды. У каждой команды есть руководитель проектной группы. Там в группе есть несколько ведущих архитекторов. И есть от 10 до 15 архитекторов. И все проекты в группе делятся между ведущими архитекторами. У каждого проекта, соответственно, один архитектор, который проект ведет. И вот те люди, которые в группе есть, они как-то делают вот эти проекты. руководитель проектной группы, как бы его задача распределить ресурсы и распределить проекты между этими людьми. Административная вся работа, ей архитекторы не занимаются. Вот, ну, собственно, если как бы немножко перескочить и поговорить про руководство бюро, то есть два главных архитектора, два сооснователя бюро, это Олег Шапира и Дмитрий Ликин. Они занимаются именно архитектурным проектированием. Я занимаюсь и административной частью. Когда ведутся переговоры с заказчиком, ну, как бы на таком начальном уровне, обычно мы делаем это вместе, и коллеги говорят про, как бы, творческую часть проекта. На мне переговоры, которые касаются денег, сроков, условий и так далее, и так далее. А у нас есть отдел управления проектами, там работают три менеджера проектов, и они потом, то есть как бы после того, когда там становится понятно, что мы проектом действительно занимаемся, вся административная работа переходит в отдел управления проекта. На проект назначается менеджер, и дальше они в связке с ведущим архитектом руководителем проектной группы, ну, вот образуются, собственно, рабочую группу проекта. Вот как-то так мы работаем. Сразу вопрос. А у вас, вы упомянули, что у вас четыре группы, и архитекторы, они зафиксированы в каждой группе. То есть у вас нет перетекания сотрудников из одной группы в другую для разных проектов? Ну, как бы основные составы, они стабилизированы, они закреплены. Бывает иногда, что кому-то прям совсем-совсем не хватает там какая-то горящая ситуация, и тогда он может у своего товарища, такого же руководителя, попросить, ну, грубо говоря, в аренду какое-то количество людей, вот, но потом он их обязан вернуть. На самом деле мы к этой системе шли очень долго, собственно, вот все годы с момента нашего существования. И вначале у нас была гораздо более такая подвижная система, когда не было никаких групп, когда, ну, как бы, собственно, вот смотрели, кто менее загружен, да, и вот и ставили в инпроект. Это отлично работало, пока мы были маленькие. Ну, то есть это работало где-то года до 14-го, наверное, когда, ну, просто вот какое-то количество людей, ну, вот, да, когда органический рост привел к тому, что такая система перестала работать. И вот мы начали с того, что, как бы, вот, как же, ну, то есть вот, как приспосабливаться к кризисной ситуации, и это вот был один из таких наших внутренних кризисов достаточно серьезных, когда нам нужно было из стартапа превратиться в стабильно работающий бизнес. И это вот был тот самый шаг, который нам позволил это сделать. Анна, спасибо. Рубен. Ну, смотрите, у нас, поскольку жанр бюро несколько другой, все-таки есть отличия между бюро, где работает 10 человек, 15 и 30, или 100, все равно разные бюро, абсолютно разные направления, то, как бы, действительно тяжело сравнивать с тем же Ваухаусом или другими бюро. Я скажу, как происходит это у нас. Поскольку к нам обращаются за авторской архитектурой, то, конечно, в счете я лично и мой партнер Айк, мы отвечаем за дизайн, как бы, за художественную составляющую проект. Мы за нее ответственны, единственные два человека. Больше никто в бюро за нее не отвечает. Но, как в бюро, люди имеют полное право и участвуют в принятии решений. То есть у нас нет такого, что, не знаю, мы там короли, там было просто глина, значит, мы придумываем, вы чертите. Нет, мы все вместе придумываем проекты, мы все вместе решаем там про дизайн, про эстетику, про материалы и так далее, устраиваем там какие-то совещания, на постик обмениваемся идеями, там все вместе принимаем решения, как в конце концов я его на себя принимаю ответственность, и как бы и пытаюсь продать это заказчику. В этом плане, поскольку команда маленькая, у нас около 16 человек, то, в принципе, проектов у нас сейчас около, наверное, 8. У нас фактически люди занимаются, там, два человека занимаются одним проектом. То есть один человек, как бы, делает его художественную часть, а другой человек его делает более-более-более техническую часть. Сами в бюро мы делаем тоже, как гемпроектировщики мы работаем, но мы выпускаем только разделы АЭР, гемпланы и разделы с инвалидами. Остальные разделы мы делегируем на аутсорс, там, компаниям, конструкторам, инженерам, пожарникам и так далее. В принципе, да, как люди работают напряженно, да, люди там дымятся, потому что необходимо одному человеку заменять там чуть-чуть пять, но, тем не менее, как бы, у нас такое бюро, как будто мы так работаем. Поэтому организация устроена так, что, как бы, есть там два ответственных, это я и мой партнер, и остальные, как бы, такие команды, с кем просто мы взаимодействуем. Вот там три-четыре-четыре команды, по два-три человека. Вот так, как организован у нас. Рубен, а как раз вопрос от нашей зрительницы Ларисы Глазковой. По вашему опыту, какое минимальное количество людей будут давать полный качественный результат? Это зависит от количества проектов. На один проект, на концепцию достаточно двоих, ну, троих, на стадию проект, дальнейшую, ну, там, четверо максимум. Все зависит просто от продуктивности человека, от его компетенции. Опять же говорю, как бы, история нанимать на каждую линию одного сотрудника, она уже вымирает, потому что сейчас все это уже не работает. Это невозможно. Ни одно бюро такого тренировка отпуска не выдержит, даже очень крупное. Необходимо людям как можно больше осваивать навыков. Рубен, спасибо. Хотелось бы поговорить о такой вещи, о том, стоит ли открывать собственное бюро, быть наемным сотрудником, есть какие-то промежуточные варианты, там, связанные с партнерством. Какие, да, и это еще, безусловно, связано с тем, что, с одной стороны, всегда достаточное количество людей ищет работу, с другой стороны, количество людей с нужными компетенциями, знаниями и их всегда не хватает. Мы как раз делали программу для канала Artplay Today с Олегом Шапиро и поняли, что у нас в журналистике и в архитектуре абсолютно одна и та же ситуация, когда ты объявляешь, открываешь вакансию, в общем, ты понимаешь, сколько людей придет, сколько из них будет адекватных, соответствующих этой вакансии, причем ты даже знаешь этих людей, да? Вот. Скажите, как удерживать, как вы удерживаете, чем вы стимулируете сотрудников ценных? И плюс, давайте еще поговорим вот о том, стоит ли открывать собственное бюро плюсы и минусы. Кто начнет? Анна Рубен. Анна? Ну, давайте я начну. Как мы удерживаем людей? Ну, на самом деле, ничего нового под Луной здесь нет, да? А, должно быть человеку интересно, и Б, он должен получать адекватные деньги, вот. И причем, как бы, самое сложное, ну, как бы, самое сложное, да, чтобы человеку было интересно постоянно, вот. Здесь, на самом деле, как бы, возникает парадоксальная ситуация очень часто, потому что, с одной стороны, когда человек все время практикует один и тот же навык, ну, то есть, условно говоря, вот он сел чертить, там, не знаю, чертить планы, и вот он чертит эти планы, ничего другого не делает, вот потом идеально чертит планы, но, как бы, ему дико скучно, и он хочет уйти. То есть, с одной стороны, как бы, бюро заинтересованных, чтобы человек прокачивал какой-то определенный скилл, но, с другой стороны, его нужно заинтересовывать, чтобы он просто от себя не сбежал, ну, вот. И здесь, на самом деле, то, что мы, то, что делаем мы, это мы регулярно разговариваем с каждым человеком. У нас там разработана специальная анкета, которую человек раз в год заполняет, вот, где он сам себя оценивает по большому количеству параметров, и затем такие же, по таким же параметрам ему, там, эти, скажем так, ну, оценка, плохое слово, да, там, какие-то отметки ставит его руководитель, но, на самом деле, сама оценка, она абсолютно не важна. Это, скорее, повод для того, чтобы сесть и поговорить с человеком. Где-то вот час-полтора занимает эта беседа на тему, собственно, всего, что с ним происходит в бюро, где сегодня он находится, куда бы ему хотелось развиваться, что у него получается хорошо, что плохо. И здесь, собственно, это даёт нам колоссальную, очень качественную обратную связь. Мы понимаем, собственно, что с этим человеком происходит, где мы недорабатываем, где он недорабатывает. И человек понимает, что его услышали, и мы таким образом понимаем, как ему дальше развиваться. Это вот, это как бы одна часть эффекта, да. Вторая часть эффекта — это очень хороший момент для того, чтобы отстранённо, неэмоционально поговорить про зарплату. И как бы, собственно, понять, насколько человек себя адекватно чувствует, получая вот те деньги, которые он сегодня получает. И насколько уровень его компетентности, собственно, стоит тех денег, которые он получает. И это даёт нам возможность, как только мы понимаем, что да, человек перерос свой сегодняшний уровень денег, дать ему, как бы, собственно, ещё. Это то, что касается большинства людей в бюро. Я напомню, у нас их довольно много. И поэтому, как бы, просто вот на ощущениях, да, как бы понимать, что, ой, а вот этот вот тоже вырос, а вот давайте сейчас мы его как-то постимулируем, оно, к сожалению, уже перестало работать. Поэтому мы были вынуждены ввести такую штуку. То, что касается архитекторов, которые непосредственно ведут проекты и непосредственно влияют на то, насколько эти проекты финансово успешны, мы их финансово заинтересовываем. У нас от каждого проекта есть бонусный фонд, и он распределяется между руководителем группы, ведущим архитектором и авторским коллективом. Анна, спасибо. Рубен? У меня с чего начать? С своего бюро или с стимулирования сотрудников? Я думаю, со стимулирования, а потом мы перейдём в бюро. Смотрите, да, действительно, если говорить о скиллах, это отдельный скилл любого руководителя, менеджера, куратора, да, это мотивирует людей. Это отдельная профессия, потому что в этом плане, скажем, не очень тяжело, потому что у нас бюро Камбина, в любом бюро есть, знаете, такая внешняя политика и внутренняя политика. Я оцениваю внешнюю политику очень много, внутренней всегда хватает внимания. И, конечно, нужно смотреть на людей, смотреть им в глаза, там горят ли у них зрачки, там и так далее, не спят ли они на работе. Необходимо, как бы, знаете, так чувствовать, что у тебя есть новый взгляд. А что происходит? И, конечно, тебе необходимо зажигать некую лампочку спереди этим людям, не знаю, там, допустим, дистанция, там, год, два года, три года, десять. Я понимаю, куда он идёт, зачем он пришёл в бюро. Мы, конечно, людям обещаем партнёрство в основном, потому что нам оно нужно, мы в этом заинтересованы. Вот с одним сотрудником мы, может, почти это проговорили. Скоро мы сделаем ещё у нас третьего партнёра в бюро. Скоро мы это объявим. Только такой, как бы, режим, такого вдохновления людей, зажигания лампочек, как бы, людям, это, в принципе, единственный способ их мотивировать. Ну, и, я имею в виду, лампочка, это лампочка и финансовая, там, лампочка и статусная и так далее. Вот, конечно, если человек сам зажигает сам все лампочки, это, конечно, редкое явление, но это очень круто, если такой человек есть. Что касается открывания бюро, конечно, надо открывать своё бюро, потому что в России, не знаю, она, само согласится или нет, очень низкая конкуренция, её почти нету. Да, там, в той же Испании, там, десятки тысяч прекрасных бюро. Вот, это можно понять и по публикациям в Артели, там, с публикациями журналов El Crocus, где каждый год появляются, там, не знаю, новые бюро, и они публикуются в El Crocus, особенно на испанском. В этом плане, я считаю, как самый правильный путь, это получить образование, конечно, да, как профильное, архитектурное. Потом обязательно поработать с бюро, чтобы узнать, просто в кухне работай в бюро, чтобы узнать, каким образом происходит взаимодействие и коммуникация с заказчиком, как заказчик реагирует на то, что ты делаешь. Я думаю, лет пять необходимо поработать. Потом, конечно, если у тебя есть, собственно, такая внутренняя харизма, уверенность, без страша, открывать свою компанию, потому что в России надо создавать рынок. Но сейчас он очень маленький. Скажу честно, это не мои слова, это слова девелоперов. На всю страну, там, где-то 20 компаний хороших, условно говоря, при запросе, там, в австрально-устроительном. Поэтому в этом плане, за то, что выглядит ковальцовое бюро, ну, конечно, надо делать осмысленно, имея какой-то опыт работы уже в какой-то крупной компании или в другой компании. Роберт, спасибо. У вас вопрос от Евгения, такой вечный вопрос, и я его дополню. Каким образом студенту-архитектору развить такие важные компетенции, о которых вы упоминали? Как успеть за время учебы? И возможно ли это вообще сотворить из себя востребованного специалиста, учитывая невероятно огромную нагрузку в целом и специфику российского архитектурного образования? Я напомню, это, на самом деле, и к Рубену, и к Анне вопрос. Я просто напомню нашим зрителям, что Рубен преподает. Вот, не знаю, сейчас ты преподаешь или нет, но точно преподавал в Марше. И партнеры Вау-хауса тоже преподают. И еще у Вау-хауса есть интересная программа интернатура, о которой, я думаю, тоже стоит упомянуть в разрезе этого вопроса. Тогда прошу, Анна начнет, а Рубен, ты продолжишь. Да, я коротко тогда скажу. Я думаю, что за время учебы, к сожалению, никак эти навыки не развить. Нужно просто учиться и как бы и сосредоточиться на этом. А после этого нужно срочно идти работать и все новые навыки получать там. Вот в нашем бюро мы сделали какое-то время назад интернатуру, потому что мы поняли, что когда приходит человек, только что закончивший институт, или там один-два поработавший, абсолютно невозможно понять по его портфолио, насколько он хороший специалист. Ну, то есть это прям, ну вот, грубо говоря, кот в мешке. Поэтому мы сделали такую программу, когда к нам приходят ребята на три месяца. Ну, собственно, как туда попасть, нужно пройти через конкурс, нужно, собственно, показать, что ты мотивирован. Это главное. И за эти три месяца они получают опыт практической работы, то есть они присоединяются в качестве рабочего члена команды, и плюс делают общий интернский проект, вот такой полуучебный, за эти три месяца. Если мы видим, что какие-то звездочки загорелись за эти три месяца, мы тогда этого человека берем в штат, если, конечно, у нас есть в этот момент вакансия. Ну, человек в любом случае получает какой-то практический опыт работы. Я думаю, что вот те вещи, про которые мы с Рубеном сегодня говорили, это только практические вещи. Их в институте невозможно вообще никак понять, выучить. Анна, вопрос требований к интернам. Какие у вас там возрастные, образовательные? Ну, на самом деле, у нас главное требование – это законченное высшее образование архитектурное. Все остальное – это абсолютно flexible, что называется. Даже необязательно быть очень молодым специалистом. К нам приходили ребята, достаточно взрослые, уже поработавшие, которые хотели именно таким образом показать себя и прийти к нам в штат. И некоторым это даже удавалось. Спасибо, Рубен. Да, ну, тема образования, она очень болезненна. Я думаю, это тема не для такой одной дискуссии, а дискуссии еще 20-30 дискуссий. Лично для меня российское образование – самая большая загадка в мире. Я думаю, наверное, сложнее, чем какой-нибудь там альфа-центавра изучение, потому что сейчас я не понимаю, кого и зачем они учат. У меня ощущение, знаете, я называю это не образование, а после людей подставляют чуть-чуть. Человек просто выходит, институт, он не понимает, что происходит. Это правильно сказала Анна, что единственный выход в образовании – это максимальная интеграция с практикой. И я думаю, образование в рамках бюро, я расскажу по опыту своих сотрудников, которые ко мне приходили на практику, они говорили, все как один уже, немного лет подряд, что месяц бюро заменяет два года в институте. Потому что люди просто понимают, что они реально делают. Потому что у института не гигантская линза, это, знаете, такая дистанция между линзой экрана и реальностью. В этом плане, мне кажется, будущее образование – это сращивание с проектными бюро. Мы с вами тоже хотим запустить после всего этого, что в мире происходит, образовательные курсы, типа интернатуры. Мы это отдельно озвучим тоже, потому что я считаю, что именно только так можно готовить специалистов. Вот только в рамках бюро. Само по себе образование, которое в институте, оно давно оттуда ушло. Это даже слова… Главный архитектор Барселоны Гуайта, он сказал, что Батайя давно вышла на рамки институтов и стен. Оно давно оттуда ушло, уже лет 10 назад. Спасибо. Вопрос ещё. Мы упоминали о том, что архитектор, он немного психолог, социолог, занимается программированием территории. На самом деле, из-за вашего… перечисленных мной навыков, ну и каких-то, возможно, остальных, какие вы считаете наиболее важными для архитектора? Или, опять же, мы не можем назвать какие-то универсальные общие для всех? Ну, я считаю, что всё-таки архитектор — это в первую очередь, ну, дурацкое слово, но, тем не менее, это как бы управленец. Это человек, ну, или там режиссёр, да, та аналогия, которая у меня уже была. Это человек, у которого в голове сложили всё-таки какие-то нейронные связи на тему, вот на все перечисленные темы, он в них разбирается, он понимает, он отличает там ерунду от не ерунды, да. Вот. И он понимает, что на данную задачу, он может привлечь конкретного специалиста, с которым он может вместе эту задачу решить. И он эту задачу может поставить, да, постановка задачи. Вот, собственно, то главное, что должен иметь архитектор. Он не может вдруг внезапно стать социологом. Или там ещё чем-то. Я... Спасибо, Рубен. Одну минуту, Анна. Правильно я понимаю, что для этого нужен, собственно, какой-то жизненный опыт? Это как считается, что хороший режиссёр, да, это не только человек, который понимает, как снимать кино, да, но и понимает, как устроена жизнь. Правильно ли я понимаю, что, условно говоря, этими компетенциями в 20 лет просто невозможно овладеть в силу просто отсутствия жизненного опыта? Я считаю, что да. Я считаю, что да. Что, как и, собственно, в средние века архитектор должен пройти какие-то стадии, которые невозможно пройти... Там нет скороварки никакой у нас для этого, да. То есть нужно попробовать вначале быть частью команды, попробовать выполнить какие-то задачи, посмотреть, как это делают другие. Потом, правда, набрать какой-то опыт, вот, и научиться это делать самому. Рубен? Ну да, ну это хотел бы подхватить бы, кстати, вот в плане образования, что все лучшие архитекторы в мире, которых мы знаем, которые находятся в истории архитектуры, они не имели архитектурного образования. Там тот же Палладио, Тадауанда, Питер Цумтер, Рэм Колхос, Ле Корбюзье, они были без архитектурного образования, и поэтому они стали великими. Я считаю, что... Я считаю, что сегодня... Сейчас вы спрашивали про... Сейчас спросите вопрос, какой был у вас, Алексей. Немножко забыл. Мы у компетенций архитектора, я упомянул какие-то компетенции, которые присущи, да? Есть ли какие-то универсальные для всех или нет? Да, смотрите, мне кажется, правильно, что он сказал, Ована, это принимать решение, это самое сложное, принимать решение, за это решение нести ответственность, и пытаться это решение пронести и убедить в этом огромное количество людей, начиная от инвестора, города, строителей и жителей. Вот это самое тяжёлое, потому что ты один отвечаешь за это решение, а никто другой. Ты никогда в жизни не смогу это решение стянуть на кого-то, потому что так не получилось, потому что другое не помешало. Как бы нет, ты ответственный, ты должен уметь убеждать. А умение убеждать, это, конечно, науки, науки психологии и социологии. Как бы это всё очень так смешно между собой. Рубен, спасибо. У нас есть два вопроса от слушателей, совершенно полностью противоположных, и мне кажется, они и показывают разные взгляды на организацию работы. Вопрос от Полины Журавлёвой. Здравствуйте. Как вы думаете, через сколько архитектурные фирмы начнут переходить на полную удалёнку? Ведь это эффективнее и удобнее. И второй вопрос от... От неё же. Возможно ли в будущем создание некой кремниевой долины для архитекторов и дизайнеров? Как, по вашему мнению, есть ли необходимость такой агломерации? Или, может, уже существует подобное? Я позволю ответить, что, наверное, нечто подобное существует, и там как раз сидит офис Бюро Баухаус, прекрасный, на арт-плее. Но мне кажется, тут важен вопрос. Получаем ли мы что-то дополнительное, собираясь вместе, за одним столом, фейс-то-фейс, непосредственное общение? Или действительно можно всё делать удалённо, придумывать, сидеть в зуме, скайпе, и также продуктивно реализовывать проекты и придумывать новые проекты? Анна? Ну, на самом деле, что называется, время покажет. Сейчас вот мы и увидим, как это всё работает. Ну вот у нас в Бюро два есть диаметрально противоволожных подхода. Я, как бы, такой, в принципе, человек интровертный, и мне, на самом деле, как бы вполне устраивает вот тот режим, который есть сейчас. Вот. И мне кажется, что всё идёт неплохо. А вот Олег Аркадьевич Шапира, он, как бы, человек, для которого живое общение, вообще главное, что есть в этой жизни. И он, конечно, ужасно страдает, ему всё это ужасно не нравится, он не понимает, как почувствовать вообще вот это вот всё, значит, через экранчик. Ну вот. И, как бы, он только и ждёт, когда это всё закончится. Ну вот. Посмотрим, на самом деле, потому что у меня как раз больше оптимистичный взгляд, а он, как бы, считает, что без живого общения невозможно. Ну, я думаю, что те проекты, которые, как бы, ну, то есть, наверное, всё-таки, как бы, вот творческую идею породить проще в живом общении, да, как бы линейная работа абсолютно комфортно делается на удалёнке. Вот у нас сейчас есть несколько проектов в разных стадиях. Есть те, которые мы начинали, придумывали, ещё сидя все в одном офисе, и с ними точно всё будет хорошо. Сейчас у нас есть несколько проектов, несколько конкурсов, в которых мы участвуем, и которые делаются, обсуждаются на удалёнке. Вот. И у меня нет никакого в этом смысле прогноза, как это получится, да, насколько это получится классно. Вот поживём и видим. Никаких прогнозов не могу здесь сделать. По поводу Кремниевой долинки, вот этой нашей, и артплеи, где мы все сидим, ну, не знаю, как бы мы просто немножко как бы занимаемся такими вещами. Ну, то есть для нас удобно, что есть марш рядом, да, как бы с которым мы сотрудничаем, это здорово. Вот. Но если бы мы занимались интерьерами, наверное, было бы совсем хорошо, потому что там огромное количество всяких этих магазинов с материалами. Нам это всё не очень интересно, поэтому как-то вот для нас главное, ну, вот нет, что марш рядом, это здорово. Нужна ли будет Кремниевая долина, не знаю, но, честно говоря, в IT-индустрии чуть-чуть побольше денег, чем в нашей. Там понятно, зачем это нужно, но у нас, не знаю, не знаю. Рубен? Да, ну, мне кажется, что удаленная работа для архитектора, который, как бы, ну, там, созидатель, в принципе, не совсем вредит, потому что всё-таки действительно эта профессия такая интровертная, очень интимная, камерная, ты очень много делаешь у себя, там, на интуиции, на подсознании, тут, чем тише контекст вокруг, тем лучше. В этом плане, может быть, для многих это мечта, сеть дома в тишине, придумал. В принципе, опять же, вернусь к великим архитектам, тоже Питер Цунтер, работает, наверное, дома у себя, да, вот он живёт в деревне, на такое большое панорамное окно, прекрасный вишневый сад за окном, он просыпается, одевает тапочки, берёт чашку кофе и придумывает проекты, именно поэтому они хорошие проекты у него, там, тот же, например, вот Альвар Сиза читал, он придумал проекты дома за бокалом вина, вот, например, для архитектора это всё очень органично, но, есть большое но в плане презентации того, что придумал клиентам, потому что, тут как бы через экран, отсутствует химия, любая презентация клиенту, это именно, это такой ритуал, это театральное действие, то есть человек обращается к тебе, как к автору, он обращается к твоей харизме, к твоей энергетике, к твоей атмосфере, и в этом плане, вот этот экран, он всё это очень размывает, и в этом плане, конечно, прочувствовать проект, донести эту душку-то вложу, в него очень становится тяжело, мы это проходили сейчас, презентации получаются более, более холодные, потому что физические презентации гораздо более тёплые, как бы люди понимают, действительно, что хотят сказать, в этом плане, с точки зрения презентации готового продукта, это, конечно, сложнее для клиентов, а в плане придумывания проекта ВМП-бюро, это всё это очень органично, мне очень комфортно, не знаю, просыпаюсь, даже сижу, беру чашку кофе, рисую проект, придумываю, у меня очень спокойно, не то эти не отвлекают никаких совмещаний, этих дурацких пятичасовых поездок на метро, сейчас всё спокойнее стало, сложно организовать презентацию, это да. В общем, оба наших спикера довольны работой. Это органично, профессия архитектора, и вообще любую креативную сферу, художнику, дизайнеру, и точно органично, в принципе, ничего не изменилось, ты сидишь на работе, в наушниках, слушаешь баллов, придумываешь проект, либо дома, какая разница, в принципе, у нас. У нас осталось не так много времени, у нас вопрос ещё по поводу исследования, исследования, часто упоминаем некие исследования, да, ссылаемся на исследования, когда мы говорим о том или ином проекте, объекте, участке, и вопрос от Евгении, какую долю работы над проектом вы уделяете исследованию места строительства, проектирования, социальные взаимодействия, влияние на экологию, транспортные связи и прочее. Важно ли выполнять исследования для каждого проекта? И я дополню вопрос, кто вам в этом помогает? Вы можете назвать каких-то типичных, ну или на примере какого-нибудь конкретного проекта, назвать типичных своих партнёров характерно? Можно мне? А ну давайте, Ру. Ну, спасибо большое. Мы обязательно делаем исследования, мы считаем это важнейшей частью работы, и я думаю, что роль предпроектных исследований будет повышаться сейчас, когда рынок будет сужаться, конкуренция будет расти, и точность, исследования в первую очередь влияют на точность принимаемых тобой решений, и на обоснованность их. Когда ты приходишь к заказчику, предлагаешь какую-то идею, но ему становится понятно, что она не высосана из пальца, а вот она такая, потому что, потому что, потому что, гораздо легче и доказывать эту идею, и дальше понимать, насколько она правда работает. Поэтому мы всегда стараемся убедить заказчика, что исследования необходимы, что вот они такие-то, и поэтому нужно на них потратить время и деньги. Но даже в небольших проектах, когда заказчик не готов тратиться на это, мы все равно, у нас есть экспресс-метод предпроектного исследования, мы сами его делаем, просто инхаус для себя, для того, чтобы понимать, как это будет работать. Мы работаем с исследовательским бюро КБ-23, Костя Полевода, Максим Любавин. Мы с ними достаточно давно работаем, хорошо очень, ну, как-то образовали тандем. Как бы нам не надо долго им объяснять, что мы хотим от задачи. Они нам помогают собрать данные, что очень важно, они нам помогают эти данные интерпретировать. И они, собственно, понимают нашу методику работы и понимают, на каком этапе и с чем они могут быть всем нам полезными. И в этом смысле у нас такая достаточно бесшовная структура, очень удобная, эффективная. Спасибо, Рубан. Я уже забыл, что вы спрашивали. Про исследование. Про исследование. Да, смотрите. Да, 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 всё. Значит, здесь, смотрите, здесь зависит очень много от типологии, с которой ты работаешь. Если мы говорим о типологии жилой недвижимости, то там уже в техническом задании заказчика очень много сделано исследований со своим заказчиком, потому что это зависит от продаваемости типологии. Вот исследование, в плане обоснования, появления той или иной формы или дизайна в этом месте. То есть это работа с контекстом, со зданиями, с инсталляцией, с потоками людей. Если мы говорим про типологию общественных зданий или общественных пространств, там исследование занимает процентов 90, потому что это работа с городскими потоками. Вот наш пример работы МДМа, наш пример, сейчас мы делаем такой проект в Ангее, это четыре площадки, разработанные в Москве. Мы работаем с компанией CityMakers, мы с Петей Кудрявцев, вы знаете, они в этом плане прекрасно делают программирование городской среды. Здесь как бы исследование сопровождает на всех этапах проектирования, потому что ты работаешь с городом, а я работаю с городом, с городскими пространствами, с городскими потоками, с будущими арендаторами, ты не можешь не понимать контекст того, где это находится. В этом плане, конечно, тут исследование занимает процент 90. Потому что, в принципе, каждое решение, когда ты предлагаешь заказчику, должно быть обоснованно тем, зачем это делать. В этом плане исследование помогает аргументировать твое решение. Оно не делается холостой мимо, просто так вот формально, что там залив, там сделают заливки, такой мейпер, черно-белые, там дорога, все. Должно объяснить, как контекст помогает и понять твое решение и почему. В этом плане оно просто необходимо. Этой вещи, значит, просто проекту не объяснишь никому абсолютно. Типа, никто не поверит. Зачем он так делается? Вот. Рубен, спасибо. Я напомню, что мы говорили в рамках нашего форума архитектора новой реальности о новых компетенциях архитектора с нами. Были Анна Ищенко, генеральный директор компании «Вау Хаус», и Рубен Аракелян, сооснователь и партнер компании «Волл». Я надеюсь, что скоро все закончится и мы выйдем, наконец, на улицу и прогуляемся по прекрасным пространствам с проектированным «Вау Хаусом». Я напомню, это и Крымская набережная, и из новых зоопарк, и музейный парк вокруг Политеха. И насладимся, отправимся на ВДНХ, насладимся прекрасным павильоном, который сделал Рубен Аракелян, павильон Департамента информационных технологий. Скоро, надеюсь, начнется реконструкция МДМ. В общем, мы сможем насладиться архитектурой. Я хотел бы выделить Полину, извините, Полину Журавлеву, которая нам задала два вопроса о том, будем ли мы удаленно работать, или нас всех соберут в Кремниевую долину. Алексей, спасибо, Рубен, спасибо, Анна, мы с вами прощаемся, и Алексей, вам передаю слово. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,